Продолжение из книги. Новые поразительные открытия. Действительно научен доказательство того, что Библия результат божественного откровения. Эти первые семнадцать стихов Греческого Нового Завета состоят из двух главных частей. Первая часть стихи 1 и 11, вторая часть стихи 12 и 17. Каждая часть содержит удивительные числовые особенности в структуре текста. Ниже приводится несколько примеров, фактов или чисел 7, которые были открыты под поверхностью первой главной части, в стихах 1 и 11. Первая особенность. Число греческих словарных единиц, использованных в первых 11 стихах, не 48, не 50, а ровно 49 или 7 умножить на 7. Нужно помнить, что число словарных единиц в отрывке текста обычно не равно общему числу слов в нем. Словарные единицы это разные слова. Например, слово И является одной словарной единицей, но оно может повторяться в отрывке много раз. Число словарных единиц или число различных слов в отрывке не совпадает таким образом с общим числом употребляемых слов. Мы отметили, что число словарных единиц в первых 11 стихах Матфея равно 49 или 7 на 7. Теперь продолжим. Вторая особенность. Число букв в этих 49 словах равно 266 или 38 умножить на 7. Третья особенность. Из этих 266 букв словарных единиц число гласных составляет 140 или 20 на 7, а число согласных 126 или 18 на 7. Четвертая особенность. Из этих 49 слов число слов, которое начинается с гласной, равно 28 или 4 на 7. Число слов, начинающихся с согласной, 21 или 3 на 7. Пятая особенность. Из 49 греческих словарных единиц число существительных составляет ровно 42 или 6 на 7. Число несуществительных 7. Шестая особенность. Из 42 существительных в первых 11 стихах число имен собственных составляет ровно 35 или 5 и 7. Нарицательных имен существительных 7. Седьмая особенность. Число греческих букв в этих семи нарицательных именах существительных равно 49 или 7 и 7. Примечательно, что только в этих семи нарицательных именах существительных можно обнаружить более 20 числовых особенностей. Восьмая особенность. Этих 35 имен собственных встречаются ровно 63 раза, или 9 и 7. Девятая особенность. В этих 35 именах собственных, встречающихся в первых 11 стихах книги Матфея, число мужских имен составляет 28, или 4 и 7. Число немужских имен 7. Десятая особенность. Эти 28 мужских собственных имен встречаются ровно 56 раз, или 8 и 7. Одиннадцатая особенность. В этих первых 11 стихах упоминается три женщины-израильтянки Фомарь, Рааф и Русь. Число греческих букв в этих трех именах равно 14, дважды 7. Двенадцатая особенность. В этих 11 стихах упоминается только один город Вавилон. Число греческих букв в этом слове ровно 7. Тринадцатая особенность. Из 49 греческих словарных единиц, первых 11 стихов, число слов, которые встречаются более одного раза, равно 35, или 5 и 7. Число слов, которые встречаются только один раз, равно 14, или дважды 7. Четырнадцатая особенность. Из 49 греческих словарных единиц число слов, которые встречаются только в одной форме, равно 42, или 6 и 7. Число слов, встречающихся более чем в одной форме, равно 7. Выше приведены только несколько примеров из многочисленных удивительных числовых особенностей, которые были открыты под поверхностью первой части 11 стихов. Сама структура отрывка буквально насыщена удивительным количеством наличия числа 7. Вторая часть стихи 12 по 17 также содержит обилие числовых особенностей, построенных на числе 7. Прежде чем говорить о том, как эти формы или числа 7 научно доказывают божественное происхождение Библии, мы быстро и коротко осмотрим еще несколько дополнительных примеров из греческого текста других отрывков из Нового Завета. Часть текста, следующая за первыми 17 стихами Матфея, включает стихи 18 и 25. Мы упоминаем только два из многих необыкновенных числовых фактов, которые были открыты под поверхностью текста этого отрывка. Книга Матфея, 1 глава 18-25 стихи, рассказ о рождении Христа. Первая особенность. Интересно отметить, что число греческих словарных единиц в этом отрывке равно не 76, не 78, а именно 77 или 11 на 7. Также представляет интерес вторая особенность. Из 77 греческих словарных единиц число слов, которые употребляет ангел, говоря с Иосифом, составляет ровно 28 или 4 жду 7. Даже мобильная речь ангела содержит свои удивительные числовые особенности. Она совершенно отделена от остального текста отрывка, и в то же время слова эти образуют составную часть числовых особенностей всего отрывка. Они переплетаются таким образом, что весь отрывок пронизывает удивительные случаи числа 7. Это число странным образом лежит в основе самой структуры отрывка. Греческие буквы и слова буквально насквозь пронизаны удивительными числовыми особенностями. Приведем только два из многих числовых фактов, которые скрыты под поверхностью 11 главы от Матфея, 2 главы. Книга Матфея, 2 глава, рассказ о детстве Христа. Первая особенность. Число греческих словарных единиц во 2 главе от Матфея равны 161 или 23 на 7. Вторая особенность. Число греческих букв в этих 161 словах равно 896 или 128 умножить на 7. Вторая глава Матфея содержит несколько абзацев, и каждый абзац имеет свои поразительные числовые особенности. Они отделены от остального текста отрывка, и в то же время особенным и замысловатым образом они образуют часть удивительных числовых особенностей сей главы. Они переплетены таким поразительным образом, что вся глава представляет собой одну большую математическую цельность, состоящую из удивительных числовых фактов. Например, число греческих словарных единиц в первых шести стихах делится ровно на 7. Их число ровно 56 или 8 и 7. В этой главе имеются три речи. Говорит Ирод, говорит Мудрец, говорит Ангел. В каждой речи обнаружаются свои числовые особенности. Однако каждая из речей — это только часть главы, которая в целом имеет свои необыкновенные числовые особенности. Каждая часть в отдельности содержит те же числовые особенности, которые обнаруживаются в главе в целом. Теперь перейдем к книге Марка и рассмотрим несколько отрывков из нее. Под поверхностью текста книги Марка обнаруживаются такие же числовые явления, какие мы нашли скрытыми в структуре книги Матфея. Евангелие от Марка, стихи 1-й, 8-й, 1-й главы. Число греческих словарных единиц в этих первых восьми стихах не 76, не 78, а точно 77 или 11 на 7. Словарных единиц, те, которые начинаются с согласной, составляют 35 или 5,7. Из 77 словарных единиц число слов, которые употребил Иоанн в своей речи, равно 21 или 3,7. Это, опять же, только несколько из многих числовых особенностей, которые пронизывают структуру этого отрывка. Следующий законченный отрывок, который идет сразу за первыми восьми стихами, состоит из стихов 9, 10, 11. Этот абзац рассказывает о крещении Христа. Число словарных единиц в этом отрывке равно 35 или 5,7. Во второй главе Марка, в стихах 13 и 17, приводится рассказ о посещении Матфея. Матфея говорит, разговор Христа с писами и фарисеями. Число греческих словарных единиц в этих пяти стихах равно 49, 7 и 7. Из 49 словарных единиц число слов, употребленных Христом, равно 14 или 2 на 7. А число слов, употребленных писами, равно 7. В четвертой главе Марка, в стихах 3 и 20, Христос рассказывает притчу о сеятеле. Числовых греческих словарных единиц число в этой притче равно 49, 7 и 7. В книге Марка, в главе 13, 5 и 37 стих, приводится важное предсказание Бога о будущих событиях и о втором пришествии Христа. Число греческих словарных единиц в этом отрывке равно 203 или 29 на 7. В последнем отрывке книги Марка мы видим те же удивительные числовые явления. Ниже приводится только 4 из более чем 100 числовых особенностей, открытых в структуре только одного отрывка, состоящего из 12 стихов книга Марка, глава 16, 9 и 20 стихи. Число греческих словарных единиц в этих 12 стихах равно 98 или 14 на 7. Число букв в этих 28 словарных единицах равно 553 или 79 на 7. Из этих 553 букв число гласных равно 294 или 42 на 7. Число согласных 259 или 37 на 7. Из этих 98 словарных единиц число слов, которые употребил Христос, обращаясь к Своим ученикам, равно 42 или 6 и 7. Число словарных единиц, не относящихся к речи Христа, равно 56 или 8 и 7. Этот отрывок содержит не только поразительные числовые особенности в целом, но он также содержит особенности внутри особенностей, а внутри этих еще и свои особенности. Отдельные абзацы содержат свои собственные особенности, внутри особенностей всего отрывка. Словарь имеет свои особенности, формы имеют свои особенности. Это поистине изумительно. Числовые значения. Одним из наиболее интересных исследований в связи с вновь открытыми фактами является исследование числовых значений. В древнеюбрейском и греческом языках каждая буква, слово, предложение и отрывок имеет определение числовое значение или арифметическую сумму. Вызывает удивление тот факт, что тысячи вновь открытых фактов или чисел 7 встречаются с самым удивительным образом в числовых значениях библейских слов, предложений и отрывков. Иудеи и греки не употребляли цифр 1, 2, 3, 4 и так далее для выражения чисел. Вместо цифр они употребляли буквы своего алфавита. Например, если иудея или грех хотел написать 1, то он писал первую букву своего алфавита. Если он хотел написать 2, то он писал вторую букву алфавита и так далее. Каждая буква в древнееврейском и греческом алфавите имеет определенное числовое значение. Другими словами, каждая буква является в то же время и цифрой. Поскольку каждая буква имеет числовое значение, то и каждое слово тоже имеет числовое значение, так как каждое слово состоит из одной и более букв. Числовое значение слова получается сложением численных значений букв этого слова. В качестве примера определим числовое значение слова Иисус. По-гречески Иисус. Если мы сложим эти числа 10, 8, 200, 70, 400, 200, то увидим, что числовое значение слова Иисуса равно 888. Числовое значение, на первый взгляд, может показаться не имеющим значения. Однако, если мы обратимся по липсису, глава 13, стих 18, и увидим, что номер сатаны или антихриста указан равным 666, мы начинаем понимать, что тот факт, что числовое значение слова Иисуса равно 888, не случайно, сравнение этих двух чисел заставляет задуматься. Подобно тому, как каждое слово имеет свое числовое значение, так же и каждое предложение, абзац и книга Библии имеет определенное числовое значение или арифметическую сумму. Числовое значение предложения получается сложением числовых значений каждого входящего в него слова. Таким образом, числовое значение абзаца получается сложением числовых значений всех слов, входящих в этот абзац. Числовое значение каждой из 77 книг, входящих в Библию, определяется также. Числовое значение этих слов равно не 776, не 778. А как ни странно, точность 777 или 111 на 7 может показаться странным, что и числовое значение древнеюрейского глагола «сотвори» равно 203 или 29 на 7. Обратившись далее к первым 17 стихам книги Матфея «Рассказы о родословной Христа», мы видим, что числовое значение всех словарных единиц в этих стихах также составляет число кратное 7, а именно 42364 или 6052 на 7. Если бы не хватило хотя одной греческой буквы или хотя бы одна буква была заменена другой, числовое значение отрывка было бы другим. Выше мы отметили, что в «Рассказе о рождении Христа» книга Матфея 1 глава 18-25 употреблено ровно 77 словарных единиц. Вызывает невольное удивление тот факт, что числовое значение этих 77 слов также составляет число кратное 7, а именно 51247 или 7321 умножить на 7. Мы также отметили, что ангел употребил ровно 28 из этих 77 словарных единиц, когда он говорил с Иосифом. Числовое значение слов ангела равно 21042 или 3006 умножить на 7. Во второй главе Матфея «Рассказ о детстве Христа» употреблено 161 словарная единица. Числовое значение этих слов равно 123 529 или 17 647 умножить на 7. Цепочкообразные особенности. Прежде чем мы узнаем, как эти вновь открытые факты научно доказывают божественное происхождение Библии, мы должны отметить еще один особый способ, посредством которого число 7 встречается в структуре текста Библии. Примеры, которые встречаются под поверхностью текста, цельных отрывков. Особенности же, приводимые ниже, встречаются по-другому. Они называются цепочкообразными, потому что они встречаются в структуре слов, которые отделены друг от друга большим расстоянием. Слова при цепочкообразной особенности разбросаны по различным книгам Библии. Они не находятся в каком-либо одном отрывке текста. Имена тех, кто писал Библию, например, разбросаны по всей Библии, далеко друг от друга. Достойное удивление, что число 7 обнаруживается даже в этих разбросанных именах. Число лиц, которые писали Ветхий Завет, упомянутых в Библии, равно 21 или 3х7. Она ровно 3808 или 544 умножить на 7. Из этих 21 имени в Новом Завете упоминаются Моисей, Исаии, Иеремии, Даниил. Всего ровно 7. Числовые значения этих семи имен равно 1554 или 222 умножить на 7. Имя, которое встречается 1134 раза, или 162 умножить на 7. Имя Иеремии встречается в семи книгах Ветхого Завета, в семи различных формах древнееврейского языка. И встречается оно в этих семи книгах Ветхого Завета ровно 147 раз, или 21 на 7. Илия, имя Моисея, писавшего первую книгу, встречается в Библии 848 раз, или 121 умножить на 7. Это, опять же, только несколько примеров многих поразительных числовых особенностей, которые встречаются под поверхностью имен лиц, писавших Библию. Следует отметить, только с именем Моисея, так как оно встречается в Библии, можно насчитать 38 или более числовых особенностей, Эти числовые особенности странным образом скрыты в словах, которые разбросаны по многим различным книгам Ветхого и Нового Заветов. Открытие таких цепочкиобразных особенностей требует тщательнейшего и скрупулезного исследования всей Библии. Изучение цепочкиобразных особенностей является одним из самых увлекательных исследований Библии. Библия буквально наполнена ими. В Ишу были приведены только немногие из тысяч поразительных фактов, открытых в самой структуре отрывков из Библии. Было обнаружено, что удивительные числовые факты встречаются под поверхностью оригинального библейского текста, начиная с самого первого стиха книги «Бытие» до самого последнего стиха «Апокалипсиса». Необыкновенные математические особенности, подобные приведенным выше, лежат в основе и пронизывают текст каждой из 77 книг Библии. Они встречаются в самой структуре каждого отрывка во всей Библии, не только в цельных отрывках, но часто и во многих отдельных частях этих отрывков. Часто отдельные стихи буквально перенасыщены поразительными числовыми фактами. Эти особенности затрагивают все части текста – словарь, грамматические формы, части речи и т.д. Нередко 100 или более 100 числовых особенностей странным образом скрыты под поверхностью отрывков текста, которые состоят из каких-нибудь 175 слов. Буквально тысячи и тысячи таких числовых фактов были обнаружены в тексте Библии. Они так многочисленны, что понадобилось более 40 тысяч страниц, чтобы вместить все подсчеты, произведенные при исследовании, и перечислить все числовые особенности, встречающиеся в одном Новом Завете. Как в нос открытые факты, научно доказывать, что Библия – книга, данная Богом и вдохновленная Богом. Никто не может отрицать наличие поразительных числовых особенностей или фактов под самой поверхностью оригинального библейского текста. Их тысячи. Можно их игнорировать, можно не обращать на них внимания. Но поразительные числовые факты продолжают существовать. Наше личное мнение, наши симпатии и антипатии не меняют факты ни в малейшей степени. Принятые ими или не принятые, признанные или не признанные – факты продолжают существовать. Каждому только остается принять их в существование. Теперь, поскольку эти факты действительно существуют в самой структуре библейского текста, возникает логический вопрос – как объяснить наличие этих фактов? Их наличие должно найти какое-то удовлетворительное объяснение. Читатель согласится, что объяснить эти удивительные факты можно только двумя путями. Либо эти факты – чистая случайность, либо они являются результатом замысла. Некоторые без сомнения придерживаются мнения, что эти числовые особенности – результат простой случайности. Давайте тогда предположим, что в структуре какого-либо отрывка имеется 24 числовых особенностей или факта. Какие могут быть шансы того, что эти 24 особенности встретятся все вместе в одном отрывке текста, по чистой случайности? Это легко можно вычислить, поскольку имеется норма, признанный научный метод вычисления шансов – закон вероятности. Только одно число из 7 является кратным 7. Другие 6 чисел, которые не являются кратными 7, имеют столько же шансов случайно встретиться, как то, которое является кратным 7. По закону вероятности, имеется только один шанс из 7, чтобы какое-либо одно число оказалось случайно кратным 8. По закону вероятности, имеется только один шанс из 7 умножить на 7, или только один шанс из 49, чтобы каких-либо два числа оказались случайно кратным 7. По закону вероятности, имеется только один шанс из 7 умножить на 49, или только один шанс из 343, чтобы какие-либо три числа оказались случайно кратными 7. Таким образом, по закону вероятности, имеется только один шанс из семи, чтобы какая-либо одна числовая особенность или числовой факт встретились в тексте случайно. Один шанс из сорока и девяти для двух числовых особенностей. Один шанс из трехсот сорока трех для трех числовых особенностей. Итак, перечисляется один шанс из скольки для трех, четырех, пяти и каждый раз умножается на семь. Один шанс из сто девяносто один, пятьсот восемьдесят один, двести тридцать один, триста восемьдесят пятьсот шестьдесят шесть, четыреста 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 один. Для двадцати четырех числовых особенностей. Таким образом, по закону вероятности, есть только один шанс, чтобы в отрывке текста случайно оказалось двадцать четыре числовых особенности. Только один шанс из ста девяносто одного квинтиллиона, пятьсот восемьдесят одного квадриллиона, двести тридцать одного триллиона девятьсот восемьдесят миллиардов, пятьсот шестьдесят миллионов, четырехсот четырнадцати тысяч, четыреста одного. Многие же короткие отрывки текста Библии содержат по семьдесят, сто и даже более удивительных числовых особенностей в структуре своего текста. Если есть только один шанс из квинтиллионов, чтобы двадцать четыре особенности случайно встретились вместе, какой имеется шанс, чтобы семьдесят особенностей случайно встретились вместе? Когда имеется только один шанс из тысячи, чтобы что-либо произошло случайно, считается в высшей степени невероятным, что это произойдет вообще. Когда имеется только один шанс из сотен тысяч, это считается практически невозможным. Но здесь мы имеем один шанс не из миллионов, а из биллионов, триллионов, квадриллионов и квинтиллионов, чтобы двадцать четыре особенности встретились в отрывке текста случайно вместе. Все это достаточно убедительно. Поразительные числовые особенности не могли встретиться случайно даже в одном маленьком отрывке, не говоря уже о тысячах во всей Библии. Все эти факты просто невозможно объяснить случайностью. Если же это так, то существует только одна альтернатива. Они были задуманы и воплощены намеренно. Проиллюстрируем это на следующем примере. Предположим, что кто-то нес сумку с двадцатью четырьмя апельсинами. Предположим, что сумка разорвалась и все двадцать четыре апельсина упали на пол. Какой шанс будет на то, чтобы эти апельсины упали четырьмя равными рядами, по шесть в каждом ряду, и каждый апельсин упал бы точно против другого? Такая случайность считалась бы невозможной. Теперь предположим, что все вы вошли в комнату и видели лежащие в описанном порядке на полу апельсины. Вы бы пришли к единственному заключению, что апельсины были специально уложены таким необычным образом. Никто бы не рискнул быть объявленным сумасшедшим, настаивая, что апельсины так лежат чисто случайно. Подобно этому и удивительные числовые особенности, обнаруженные в самой структуре оригинального библейского текста, не являются результатом случайности, а есть результат замысла и воплощения. Они организованы в соответствии с определенным планом. Они образуют тысячи совершенных и целостных схем. Итак, наличие удивительных числовых особенностей в самой структуре Библии отрицать невозможно. Это истина, которую каждый человек должен признать. Было также доказано, что эти особенности не могли оказаться в тексте Библии случайно, а что они были специально организованы так, в тексте. Это вторая истина, которую каждый человек должен признать. Возникает следующий логический вопрос. Кто запланировал и воплотил эти удивительные числовые схемы? Тысячи совершенных схем оказались в Священном Писании благодаря какой-то разумной силе. Читатель согласится, что может быть только две возможных разумных силы, которые могли запланировать и осуществить эти глубочайшие схемы. Это мог быть либо человеческий разум, либо сверхчеловеческий, а именно божественный разум. Были ли эти удивительные схемы запланированы теми людьми, которые писали книги Библии? Глубочайшие числовые схемы в структуре текста Библии не могли быть запланированы и разработаны только одними людьми. Если бы кто-нибудь мог написать цельный по смыслу отрывок из трехсот слов, построив его таким образом, что в нем встретились бы такие же числовые особенности из числа семь, какие встречаются в первых семнадцати стихах книги Матфея, это было бы чудесно, если бы он смог это сделать за шесть месяцев. Если бы кто-нибудь мог написать цельный по смыслу отрывок из ста шестидесяти одного слова, организовав его таким образом, что в структуре его текста встретились бы такие же числовые особенности из числа семь, какие встречаются в стихах 18-25 первой главы книги Матфея, это было бы еще более чудесно, если бы он мог это сделать за три года. Если бы кто-нибудь за всю свою жизнь непрерывной работы мог написать цельный по смыслу отрывок из пятиста слов, который бы содержал в своей структуре такое количество гармонически переплетенных между собой числовых особенностей, какие встречаются во второй главе Евангелия от Матфея, это было бы чудо из чудес. Ни один смертный за сто лет жизни не мог выполнить бы схему, которая имеется только в одной единственной книге Библии, даже если бы он трудился над этим все сто лет непрерывно. Потребовалось бы несколько столетий, чтобы написать книгу, построенную так же, как построена книга Матфея. Надо иметь в виду, что с каждым новым предложением трудность построения этих числовых особенностей возрастает, не в арифметической, а в геометрической прогрессии, поскольку каждый абзац построен таким образом, чтобы непрерывно развивать те числовые отношения, которые предшествуют этому материалу или следуют за ним. Каждая новая буква, слово и предложение чрезвычайно затрудняют дело. Читатель также должен помнить, что многие из тех, кто писал в Священное Писание, были из простых людей. Они имели небольшое образование или же вовсе его не имели. Если бы Матфей, Марк, Лука или Иоанн, например, попытались воплотить в своих книгах те гармонические числовые особенности, какие обнаружены в их книгах в целом, и попытались выполнить отдельные числовые схемы, которые встречаются в каждом разделе, подразделе, словах, формах, буквах и так далее, сколько бы это времени заняло? Века? Да. Несомненно, просто одни люди не могли бы запланировать и разработать удивительные схемы числовых особенностей, которые встречаются в самой структуре библейского текста. Ограниченность человеческого разума и краткость человеческой жизни исключает возможность того, чтобы какой-то человек или группа людей могли это сделать. Доктор Д.В. Турни рассказывает о своей попытке построить отрывок, в котором были бы некоторые числовые особенности. Он говорит, «Я придал буквам английского алфа это числовые значения, и пытался сделать отрывок текста, который был бы построен на числовом принципе, и чтобы полученное число было кратным семи, и что же все другие числовые особенности библейского текста были отражены в тексте, причем так, чтобы этот текст не потерял смысла. Я затратил на это много дней, но сделать ничего не смог». Однако это достигнуто в каждом из тысяч отрывков из Библии без малейшего видимого усилия. Поразительные числовые схемы, которые пронизывают многие книги Библии, не могли быть запланированы и воплощены теми, кто писал Библию. Следует помнить, что люди, писавшие Библию, жили не в одно время. Между написанием первой книги Библии и последней промежуток в 1600 лет следует также помнить, что книги Библии были написаны 33 разными лицами. Следует также помнить, что эти 33 человека были разбросаны по многим странам света и происходили из самых различных кругов. Многие не имели образования. Как могли эти люди запланировать распределение имени Моисей по всей Библии таким образом, чтобы образовалась удивительная числовая система? Как мог каждый из 33 писавших Библии, которые жили в разных странах, а последний был отделен от первого периода в 1600 лет, упомянуть имя Моисея как раз столько раз, чтобы поддерживать числовую схему Иоанна, самого последнего из писавших Библию, которого употребил имя Моисей только один раз в Апокалипсисе, и этим завершил схему? Как каждый из писавших мог знать, что он должен употребить такое-то слово, такое-то количество раз так, чтобы по окончании написания Библии через 1600 лет общее число раз точно разделилось на семь и образовало числовую схему? Безусловно, такая схема не могла быть запланирована самими писавшими. Пример с именем Моисей – это только один пример цепочкообразных особенностей, которые проходят через всю Библию. Можно было бы привести буквально сотни других не менее убедительных примеров. Каждое слово Священного Писания удивительным образом связано с другими словами. Все хитросплетения и красота отдельных отрывков и более мелких частей образуют вместе одну великую схему. Таким образом, вся Библия связана вместе с непрерывной схемой от книги Бытия до Апокалипсиса. Схемы взаимосвязывают абзац с абзацем, книгу с книгой и Ветхим Заветом и Новым Заветом. Числовые особенности Ветхого Завета и числовые особенности Нового Завета образуют гармонические схемы, которые было бы невозможно разгадать без привлечения обеих заветов. Ветхий Завет был закончен за 400 лет до того, как был начат Новый Завет. Однако оба вместе образуют одно целое откровение. Оба совершенно гармонируют, оба являются частью одного однородного целого. Самые большие умы человечества во все века не могли бы придумать такие сложнейшие математические задачи. Никакой человеческий разум не мог придумать такого способа объединения всего Священного Писания воедино. Особые сложные числовые схемы в каждой книге Библии не могли быть запланированы и воплощены теми, кто писал Библию без посторонней помощи. Некоторое число слов в книге Матфея, не встречающихся в других 26 книгах Нового Завета, организованы в сложные схемы. Как мог Матфей знать, что он должен употреблять определенные слова, которые не будут употреблены ни в одной из других 26 книгах Нового Завета? Чтобы он мог это сделать, ему нужно было иметь перед собой все остальные 26 книг, когда он писал свою книгу. А это означало бы, что он писал свою книгу Евангелие последним. Однако дело отстоит таким образом, что в каждой из других книг имеется определенное число слов, которые не встречаются ни в одной из остальных книг Нового Завета. Эти слова образуют необыкновенные числовые схемы. Каким образом каждый из писавших знал, что он должен употребить определенное число слов, которое не будет употреблено ни в одной другой книге? Чтобы каждый из писавших мог это сделать, было бы нужно, чтобы каждый имел перед собой все остальные 26 книг. Если бы это было так, это бы означало, что каждый из писавших писал бы свою книгу последним. Но это абсолютно невозможно. Как мог каждый из писавших Новый Завет иметь все остальные 26 книг перед собой, когда он писал свою книгу? Это совершенно невероятно. Это только некоторые из многих загадок, с которыми сталкивается человек, пытающийся понять, как простые смертные могли запланировать и воплотить необыкновенные числовые особенности в структуре оригинального библейского текста. Конечно, эти поразительные числовые схемы не могли быть запланированы и выполнены только одними людьми. Интересно отметить, что, насколько известно, Библия является единственной книгой в мире, построенной на поразительной, по поразительной числовой схеме. На первый взгляд, наиболее вероятным возражением относительно числовых особенностей библейского текста является то, что такие же или подобные числовые особенности можно найти в любой другой книге, на любом языке, если затратить на это достаточного времени и изобретательности. Однако это не так. Библия отличается от всех других книг. Нет в мире ни одного другого литературного произведения, которое содержало бы удивительные числовые особенности, подобные тем, которые содержатся в библейском тексте. В апокрихов нет никаких фактов такой числовой схемы. Иногда люди посвятили значительное время исследованию греческих классиков на предмет обнаружения в их произведениях таких же математических структур. Однако до сих пор ни в одной книге такого явления не обнаружено. Многих профессоров греческого языка просили подвергнуть греческую классическую прозу, проверке, чтобы установить, нет ли в ней таких же удивительных числовых явлений. Не было получено ни одного сообщения, что такие явления обнаружены. Если только человеческая логика чего-нибудь стоит, нам остается только один вывод, а именно, что тысячи поразительных числовых схем в самой структуре оригинального библейского текста не могли быть запланированы людьми, которые писали книги Библии. Они не могли быть делом человеческого разума. Совершенно очевидно, что Библия не является результатом работы многих умов, что она является произведением только одного разума. Заложенная в Библии схемы является достаточным доказательством того, что вся Библия имеет только одного автора. Все книги, как Светхва, так и Нового Завета, являются делом одного и того же разума. Каждый честный и логически мыслящий человек вынужден признать, что разум, который запланировал и разработал Библию, должен был быть сверхчеловеческим, божественным. Только Всевышний, Всевидящий, Всемогущий Бог мог сотворить такие феноменальные числовые схемы под поверхностью библейского текста. Только Бог мог построить Библию таким удивительным образом. Вечный, всемогущий автор замыслил, разработал и проследил за выполнением своих собственных безгранично сложных планов. От такого вывода нам никуда не идите. Таким образом, вновь открытая схема числовых особенностей или фактов научно доказывает, что основополагающее утверждение Библии относительно самой себя соответствует действительности. Библия действительно является божественной, вдохновенной и данной Богом книгой, как она и утверждает, поскольку просто одни люди не могли написать и построить ее таким поразительным образом. Истина. Все писание вдохнуто Богом. Слова, появляющиеся из-под пера тех, кто писал Библию, были не их словами, а словами самого Бога. Они писали так, как были движимы или вдохновляемы духом Бога. В геометрии доказывается, что два угла у основания равнобедренного треугольника равны только холодным математическим рассуждениями, которые ни у кого не вызывают сомнений. Точно так же божественное вдохновение Библии доказано со всей ясностью и определенностью математической точности. Скептики не могут ничего возразить против доказательств, основанных на числовых фактах, потому что доказательства основаны на математических явлениях. Нельзя спаривать математику, ибо это точная наука. Эти факты нельзя отрицать и оспаривать. Выводы из них не приложены. Эти факты являются ошеломляющим свидетельством божественного вдохновения, которое разбивает в дребезги все аргументации неверующих. Очень глупо, если кто-нибудь скажет, что числовые факты отсутствуют в тексте библейского отрывка, а они там. Сказать такое столь же глупо, как сказать, что в человеке нет крови. Факты таковы, что ни одному критику их не под силу опровергнуть. Столкнувшись с ними лицом к лицу, критик должен безусловно сдать все. Эти факты образуют несокрушимые доказательства, целую систему доказательств, которая может выдержать любую честную проверку. Ни один человек еще не пытался отрицать эти факты. В лучшем случае их можно только игнорировать. Роберт Ингерсол, известный лектор-атеист, все время требует чуда. Вот вам сотни чудес. Пусть кто-нибудь рассмотрит эти факты и докажет, что это не чудо. Замечательная точность числовых схем. Читатели будут поражены, узнав, что совершенные числовые схемы, которые лежат в основе самой структуры оригинального библейского текста, дают возможность обнаружить любое слово или букву, которое кто-либо мог добавить, опустить или переставить. Необычайные математические схемы совершенным образом определяют точный порядок слов, написание слов и так далее. Та же как астроном, который знает определенные астрономические расчеты и позицию различных планет, может определить, где и когда появятся другие планеты. Точно та же тот, кто знает числовые схемы Библии и позицию различных букв, слов и книг, может безошибочно определить, где должны находиться другие буквы, слова или книги. Вот яркая иллюстрация вышесказанного. В одном из указателей библейских изречений, подготовленных, посмотренных и проверенных, приводятся списки, как очевидно думали всех изречений Библии, где встречается слово Моисей. Согласно этому списку, это имя встречается в Библии 846 раз. Это число не соответствует, конечно, различным числовым схемам, которые наблюдаются по всей Библии. Согласно определенным числовым схемам, имя Моисей должно было бы быть упомянуто в Библии такое число раз, которое делится на 7. Число 846 не делится на 7, но число делится это 121 на 7, на 847. В чем же дело? Не пропущено ли один раз в указателе это имя? Оказалось, что да, пропущено. Упоминание имени Моисея, которое не зарегистрировано в этом указателе, было найдено в книге иудеев. Ученые, готовившие этот указатель, пропустили, очевидно, этот стих по ошибке, но ошибка была обнаружена схемой числовых фактов, которые имеются в самой структуре библейского текста. Вновь открытые числовые факты совершенно определенно решают вопрос относительно того, сколько книг в Библии. Число их 77, а 11 умножить на 7, но не 66, как считают протестанты. Числовые факты служат таким образом, как средство автоматической проверки против вмешательства в божественный замысел числа книг. Поскольку каждая буква является одновременно и числом, ясно, что замена даже единственной буквы нарушит числовые значения всего отрывка. Пропуск буквы или ее замена, не говоря уже о пропуске или замене слова, сразу же разрушает многие особенности совершенной числовой схемы. Собственно говоря, добавление одного слова разрушает схему в целом. В одном случае все представляет собой гармонию, и сложная схема чисел 7 видна сразу. В другом все спутано, если что-то чужеродное введено в тонкие числовые системы, чудесным образом введенное в Библию Святым Духом. Порядковый номер слов. Точный порядок слов в Библии определяется числовыми схемами, касающимися значимости места и порядковым номером слов. Например, предположим, что кто-то изменил в каком-либо отрывке порядок слов в имени Иисус Христос на «Христос Иисус». Число букв в отрывке останется тем же, но порядок этих двух слов будет другой. Можно ли обнаружить такое изменение? Сможем ли мы определить, какой порядок слов является правильным? «Иисус Христос» или «Христос Иисус». Поскольку правильный порядок слов в каждом отрывке текста совершенно точно устанавливается числовыми схемами, касающимися значимости места и порядковым номером слов, правильный порядок слов в отрывке может быть определен, если подвергнуть оба отрывка числовой проверке текста. В отрывке, в котором порядок слов правильный, обнаруживается числовая схема, в то время как в отрывке, в котором порядок слов неправильный, числовой схемы не обнаружится. Изменение порядка слов в любом библейском отрывке всегда разрушает совершенную схему, касающуюся значимости места и порядкового номера. Даже точное написание слов может быть определено схемами, касающимися порядковых номеров. Замечательно, что метод глубокого поперечного разреза текста, система умножения, дает возможность быстро обнаружить любые ошибки, выявляющиеся при проверке правильности места в порядке слов в тексте. Поистине поражает воображение наличие самых различных видов схем, которые проходят через каждую букву и каждое слово Библии. Наблюдается не только определенная числовая схема, касающаяся числовых значений каждой буквы и слова, но имеются также особые схемы, касающиеся значимости места, значений и порядкового номера каждой буквы и слова. Каждая схема выполняет свое определенное назначение. Даже одна числовая схема является достаточно убедительным доказательством божественного вдохновения любого отрывка. Но когда мы соединим все эти многочисленные схемы, которые проходят через каждую букву и слово, и отрывки текста, доказательство становится ошеломляющим. Каждое слово и каждая буква так замысловато переплетены и взаимосвязаны этими различными видами схем, что просто невозможно сдвинуть букву или слово ни вправо, ни влево, не разрушив совершеннейшей схемы. Сам порядок каждой буквы и каждого слова задуман вполне определенно. Каждая буква и каждое слово имеют свои собственные специальные места. Такой совершенный порядок, такие сложные системы схем с их поразительной точностью никоим образом не могли получиться случайно. В качестве иллюстрации предположим, что 60 или 65 частей будильника были сложены в коробку. Можно трясти эту коробку годами, и эти части никогда не встанут на свои места случайно. Совершенный порядок и сложные числовые системы текста Библии невозможно приписывать случайности или даже человеческой изобретательности. Это дело божественное. В самой Библии утверждается, что божественное вдохновение распространяется не только на каждое предложение и каждое слово, но и на самую маленькую букву и на самый маленький знак. Евангелие от Матфея 5, 17-18, когда Иисус сказал, что ни одна иота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все, Он говорит здесь о самой маленькой букве йод и о самом маленьком знаке титул, указывая этим на то, что даже они вдохновлены Богом. Числовые факты показывают, что слова, слоги, буквы и даже знаки пронумерованы и имеют свои особенные места в тексте, определенные для них Богом. Бог контролировал написание каждого слова и то, сколько раз его употребить в различных книгах Библии. Научно доказано, что Библия – божественная книга не вообще, а по мысли, но и в каждой букве и в слове она божественна. Многозначительные заявления Христа, как священное писание, неизменяемое, как доказано, соответствуют истине. По истине Бог защитил и сохранил слово свое чудесным образом. Он бодрствует над словом своим. Поразительные числовые факты, вплетенные в текст Библии таким своеобразным и удивительным образом, что никакая сила в мире не может их стереть. Они вплетены в слово Божие, как нитка вплетена в долларовую ассигнацию, чтобы удостоверить ее подлинность. Они напечатаны на страницах священного писания, как водяные знаки, напечатаны на бумаге, чтобы не было сомнений в подлинности ее. А они оберегают Библию от ошибок и вставок, как замысловатый рисунок на банкноте. Мы показали, что обширнейшие числовые структуры в Библии – это дело божеское. Если для людей совершенно невозможно создать книгу по такой поразительной математической схеме, то это совершенно простое дело для Бога, великого Творца, который тщательно заложил число во всю природу. Числовая система Бога встроена во все его творения. Вся природа основана на математической системе. Математические законы управляют всем космосом. Например, в сфере света имеется семь цветов – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Семь цветов сливаются вместе и образуют свет. В сфере музыки имеется именно семь полных тонов – до, ре, ми, фа, соль, ля, си. А каждый восьмой том начинает новую октаву, является просто повторением первого. Семь цветов соответствует семи нотам в музыке, и звуки, которые гармонируют, в то время как дисгармония в свете соответствует дисгармонии в музыке. Тело человека полностью обновляется каждые семь лет. Каждая часть тела человека постоянно отбрасывает старые, отжившие материалы, постоянно получает новый, живой материал. За семь лет вся структура человека обновляется, вплоть до мельчайших частиц, и становится совершенно новым телом. При некоторых болезнях седьмой, четырнадцатый и двадцать первый день являются кризисными. Пульс человека замедляется каждый седьмой день, независимо от того, здоров он или болен. При болезнях в результате физического истощения пульс изменяется каждые семь дней. У человека период беременности двести восемьдесят дней, или семь на сорок. Поистине число семь впечатано в физиологию человека. Разве не имеет значения тот факт, что Бог сделал каждый седьмой день днем отдыха, и что Он объявил, что человеку положено семьдесят лет жизни, семь умножить на десять? В мире существует две тысячи восемьсот девяносто шесть языков и наречий. Существуют разные религии, но все народы мира, даже вновь найденные дикари, отмечают семидневную неделю. У животных период беременности длится, у мыши двадцать один день, семь на три. У зайцев и крыс двадцать восемь дней, семь и четыре. У кошки пятьдесят шесть дней, семь и восемь. У собаки шестьдесят три дня, семь и девять. У льва девяносто восемь дней, семь и четырнадцать. У овцы сто сорок семь дней, семь умножить на двадцать один. У птиц инкубационный период, у простой курицы двадцать один день, трижды семь. У утки двадцать восемь дней, семь и четыре. Божеские математические законы действуют во всех областях природы. Планета на небесах управляется по определенным математическим законам. В природе действует не случайность. Она живет по установленной схеме. Можно написать тома, перечисляя схемы в их божеских творениях. Бог создал звезды и установил их на тверде небесной. Он сосчитал число звезд. Он выпустил их сон определенным числом. Бог измерил воды в своей ладони, измерил небо пядью, измерил меркой пыль земли, и взвесил на весах горы, и взвесил на весах холмы. Книга Ева. Если Бог поместил звезды в надлежащем порядке, сосчитал их и измерил воды, и взвесил горы, удивительно ли, что Он поместил слова и буквы Своей книги в точном порядке, и сосчитал их и организовал их в комбинации чисел. Даже волосы на вашей голове сосчитаны. Матфея 10.30 Слово «сосчитаны» в греческом языке происходит слово «арифметика». Если Бог сосчитал волосы на нашей голове, удивительно ли, что Он сосчитал слова и буквы Своего Писания. Кто открыл эти поразительные факты? Открытие тысяч числовых фактов под самой поверхностью оригинального библейского текста было делом всей жизни одного человека, доктора Ивана Панина, знаменитого русского ученого. Среди тысяч людей, которые читали древнееврейский и греческий текст Библии, Иван Панин был первым, кто открыл поразительные числовые факты. Панин родился в России 12 декабря 1855 года. С юных лет он был выслан из отчизны, прожил несколько лет в Германии, где он продолжал свое образование. Иван Панин приехал в Соединенные Штаты. Вскоре он поступил в Гарвардский университет, и там близко подружился со знаменитым профессором Ульямом Джеймсом и президентом Гарвардского университета Элиотом. После открытия первой числовой особенности мистер Панин посвятил своей жизни одной единственной определенной цели. Более полувека он неустанно трудился с большой настойчивостью. Он так упорно работал, подсчитывая буквы и слова, определяя числовое значение, составляя указатели и разгадывая математические задачи, что не раз полностью подрывал свое здоровье. Несмотря на огромное умственное и физическое напряжение, он работал напряженно и очень упорно. Ничто не могло помешать ему выполнить дело его жизни. Однажды ему предложили очень заманчивую должность президента колледжа. Он отказался. Он предпочитал посвятить свою жизнь выявлению числовых фактов к доказательству божественного вдохновения Библии. Панин доверил свою судьбу Богу. Некоторые считали странным, что он бросил хорошо оплачиваемую работу в качестве лектора по литературной критике, где он получал по 200 долларов за лекцию, чтобы посвятить себя подсчету чисел, букв, слогов и слов в Библии. Панин был горячо верующим христианином, вновь рожденное дитя Бога. Его приятная внешность излучала присутствие божественного в его душе. Этот утонченный джентльмен вместе со своей милой женой вел спокойную и скромную жизнь на маленькой канадской ферме вдали от шумных городов. Дело случая, что Панин был гражданином Соединенных Штатов. 30 октября 1942 года, в возрасте 87 лет, он отошел в лучший мир. Объем выдающейся работы всей жизни Панина. Панину было нужно приготовить специальные инструменты, прежде чем он мог начать работу по выявлению тысяч числовых фактов в структуре Библии. Ему нужно было составить указатели, словари и другие аналитические выкладки, требовавшие высокой точности в мельчайших деталях. Его специально подготовленный указатель слов греческого Нового Завета состоит из тысячи страниц и включает все 137 903 случаи употребления этих слов. Слова расположены в алфавитном порядке, и все ссылки на главы и стихи аккуратно записаны под каждым словом. Некоторые слова встречаются в Новом Завете сотни раз, и каждый случай их употребления записан в указатель. Лучшие из изданных указателей на греческом языке не были достаточно полны и точны для работы Панина, поэтому ему нужно было составить свой собственный указатель. Специально подготовленный Панином указатель форм греческих букв в Новом Завете в рукописи содержит более двух тысяч страниц. Он построен по тому же плану, что и первый указатель, и содержит почти вдвое больше материалов. Написание этих двух рукописей было отнюдь нелегкой задачей. Понадобилось более шести лет упорной непрерывной работы, чтобы завершить их. Но это еще не все. Панин подготовил специальные книги. В книгах зарегистрировал все словарные единицы греческого Нового Завета. Это строго научный вокабулятор. В нем записано каждое слово Нового Завета, и для каждого слова дается шестнадцать полных числовых данных. В четырех колонках указывается порядковый номер, значимость, место, числовое значение. Все это дается перед словом. После слова идут двенадцать колонок, в которых указывается, сколько раз было употреблено это слово, число форм, слогов, букв, писцов, книг, дифтонгов и так далее. Написание этого вокабулятора потребовало более двух лет непрерывного труда. Панин помечал некоторые слова зелеными, красными, синими и фиолетовыми чернилами. Каждый цвет имеет определенное значение. Вся эта работа представляет собой только подготовку некоторых инструментов, которые были необходимы, прежде чем Панин мог начать саму работу по выявлению тысяч числовых фактов. После того, как работа была начата, Панин написал сорок тысяч страниц, на которых он произвел одни вычисления, решая математические задачи и записывая числовые факты. На этих страницах он вдумчиво записывал миллионы мелких аккуратных цифр. Его работа составляет тома, а его открытием нет конца. В течение 50 лет Панин работал по 12-18 часов в день, исследуя обширную числовую структуру Библии. Тот факт, что он смог все это сделать один, был поистине свидетельством его усердия. Выдающимся результатом труда всей жизни Панина являются две его книги. Греческий Новый Завет, основанный на числовой структуре. Английский Новый Завет, основанный на числовой структуре. Обе эти книги являются научными трудами, заслуживающими самых высоких похвал. Полный Греческий Новый Завет, без всяких каких бы то ни было альтернативных прочтений. При помощи числовых схем, которые пронизывает Священное Писание, Панин решил вопрос о каждом из альтернативных прочтений, которые были составлены в греческом тексте. Это первый опубликованный Греческий Новый Завет, текст которого основан на вновь открытой числовой структуре Библии. Поистине труд, достойный удивления. Каким образом вновь открытые факты затрагивают нас? Осмыслите это. Вновь открытые факты действительно доказывают, что Библия является книгой, вдохновенной Богом. Бог дал нам это убедительное доказательство для того, чтобы мы могли признать, что Библия – это Его собственное драгоценное Слово. Если Библия – Слово Божие, наш долг и обязанность – знать, верить и исполнять указания, данные им. Обратимся к Библии с открытым умом и открытым сердцем, и посмотрим, каково Божеское послание людям. Мы видим, что Библия дает печальную картину человеческой расы. В ней дается описание того, как мы выглядим в нашем собственном состоянии, каким мы предстанем перед Божеским взором. Мы – грешники по природе. Все грешные и недостойные рая Божьего. По природе мы духовно мертвы. Духовная смерть распространилась на всех людей, ибо все согрешили. По природе мы виноваты перед Богом. Мы уже осуждены, Иоанна 3.18. Мы отделены и далеки от Бога, и находимся в темноте. Без Христа, без надежды и без мира. По природе мы безнадежные и беспомощные грешники. Если бы это было единственное послание в Библии, это было бы довольно трагично. Но, к счастью, Бог имеет и другое послание. Послание хороших вестей для потерянного, нуждающегося человечества. Бог предусмотрел и путь спасения. Христос, Сын Божий, заплатил долг греха людей, своей смертью на кресте. Пока мы были еще грешниками, Христос сумер за нас. Он взял на Себя наши грехи на кресте. Христос поднялся из мертвых, воскрес и вознесся на небо, и сидит одесную справа от трона Бога. Теперь все, кто принимает Его, все, кто верит в Него, имеют духовную жизнь, а не духовную смерть. Тот, у кого есть Сын, обладает жизнью. Тот же, у кого нет Сына Божия, не имеет жизни. 1 Иоанна 5, 12. Тот, кто верит в Сына, имеет вечную жизнь. Тот, кто не верит в Сына, не увидит жизни. Иоанна 3, 36. Если мы принимаем Христа, мы становимся детьми Божьими и рождены от Бога. Иоанна 1, 12. Наши грехи прощены, мы не осуждены, мы близки Богу. Мы в Его чудесном свете. У нас есть благословенная надежда, и имеем мир Божеский, который все превышает. Наш Христос может прощать до предела. То есть Он может спасать самого большого грешника, самого далекого от Бога. Кто бы ни воззвал к имени Господа Бога, будет спасен. Христос стучится в дверь вашей жизни даже теперь. Вот, я стою у двери и стучу. Откровение 3, 20. Что вы сделаете с Иисусом? Примите Его вы, или отвергните Его, или примите. Ваше решение определит вашу вечную судьбу. Продолжение из книги Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», страница 107. Прося Господа, или Пречистую Матерь Божию, или Ангелов, или Святых, нужно иметь такую веру, какую имел Капернаумский сотник. Он веровал, что как слушались Его воины и исполняли Его слова, так тем более по всемогущему слову Всеблагого Господа исполнится Его просьба. Если твари своей ограниченной силой исполняли то, о чем Он их просил, то не исполнит ли Сам Владыка своей всемогущей силой прошения рабов Своих, с верой и надеждой к Нему обращающихся? Не исполнит ли наших прошений с верой и надеждой и любовью приносимых и верные, сильные благодатью и ходатайством Богу слуги Его, Пречистая Матерь Божия, ангелы и святые человеки? Воистину, и я верую сотникам, что если буду просить, как должно и о чем должно какого-либо святого, подай сие и подаст, приди ко мне на помощь и придет, сотвори сие и сотворит. Вот какую простую и сильную веру надо иметь. Всякая ложная мысль самой себе носит доказательства своей ложности. Это доказательство смертельности ее для сердца, мудрование плотской смерти. Равно всякая истинная мысль заключает в себе самое доказательство своей истины. Это доказательство животворности ее для сердца, мудрование духовное, жизнь и мир, говорит апостол Римлянам 8.6. Тебе же самой душу пройдет оружие, да откроется многих сердец помышления. Лука 20.35. Было это с Божьей Матерью во всей силе сказанных слов. Бывает это и с другими людьми, добрыми и богобоязненными, и их сердце проходит оружие для того, чтобы обнаружились сердечные помышления, прикосновенных к ним людей. То есть Господь поставляет их иногда в такие отношения к людям, скрывающим в душах своих множество зла, но не обнаруживающих его, что они невольно высказываются от избытка внутреннего зла. Устах начинает говорить, и этот звук, как нечистый поток или как целая река, течет из их уст. Тогда-то они начинают делать дела, недостойные человеческого имени. И только тогда люди узнают, каковы были сами в себе эти люди, считавшиеся прежде умными, образованными, почтенными. Книжники фарисеи, старые и новые. Да приедет царствие Твое, то есть царство жизни, ибо ныне продолжается царство смерти, под владычеством большей части имущего державу смерти дьявола. Как приходит к человеку царствие Божие в этой жизни? Через сердечное покаяние. Покайтесь, ибо приблизилось царствие небесное. Доставить нечестивые советы Свои, сребролюбивое Сребролюбие Своё, обманщик обманы Свои, пьяный пьянство. Чревоугодник чревоугодия Своё, блудный Своё блудодеяние, гордый гордость Свою, тщеславность тщеславие Своё, завистник ненасытимый, зависть и ненасытимость Свою. Нетерпеливый ропотный, нетерпений ропот Свой. И да научится все делам любви христианской, особенно же немощи немощных носить. Римлянам 15.1 Наружная молитва нередко исполняется насчёт внутренней, а внутренней насчёт наружной. То есть, если я молюсь устами или читаю, то многие слова не ложатся на сердце. Я двоюсь, лицемерю. Устами выговариваю одно, а на сердце другое. Уста говорят истину, а сердечное расположение не согласуется со словами молитвы. А если я молюсь внутренно, сердцем, то не обращая внимания на выговаривание слов, я сосредотачиваю его на содержании, на силе их, приучая сердце постепенно к истине. И вхожу в то самое расположение духа, в каком написаны молитвенные слова. А таким образом приучаюсь мало-помалу молиться духом и истинною. По словам вечной истины. Кому мы поклоняемся? И Бог ищет таких поклонников в духе и истине. Когда человек молится наружно, вслух, тогда ему не всегда можно уследить за всеми движениями сердечными, которые слишком быстры. Так что ему по необходимости надо заняться выговором, внешней формой слова. Таким образом, у многих причетников, бегло читающих, образуется совершенно ложная молитва. Устами они как будто молятся. По всему зрише их аки благочестивых, а сердце спит и не знает, что уста говорят. Это происходит от того, что они торопятся и не размышляют сердцем о том, что говорят. Надо молиться о них, как они для нас молятся. Нужно молиться, чтобы их слова доходили до сердца их и дышали его теплотою. Они для нас молятся словами святых людей, а мы об них. Мы грешим помышлением, словом и делом. Чтобы сделаться чистыми образами при Святой Троице, мы должны стараться о святости своих помышлений, слов и дел. Мысль соответствует в Боге, Отцу, слова Сыну, дела Духу Святому Всесовершающему. Грехи помышления в христиане немаловажное дело, потому что все угождение наше Богу заключается по свидетельству Святого Макария Египетского в помышлениях, ибо помышления – суть начала, от них происходят слова и деятельность. Слова, потому что они или дают благодать слышащим, или бывают словами гнилыми и служат соблазном для других, расклевают мысли из сердца других. Дела тем более, потому что примеры сильнее всего действуют на людей, увлекая к подражанию им. Господь твой есть любовь. Люби Его и в Нем всех людей, как чадо Его во Христе. Господь твой есть огонь. Не будь холоден сердцем, но гори верою и любовью. Господь твой есть свет. Не ходи во тьме и не делай ничего в темноте разума, без рассуждения и понимания, или без веры. Господь твой есть Бог милости и щедрот. Будь и ты для ближних источника милости и щедрот. Если ты будешь таким, то улучшишь спасение со славой вечной. Кто поспешно, без сердечного понимания и сочувствия, читает молитвы, побеждаемые своей ленивой и сонной плотью, тот служит не Богу, а плоти своей, самолюбию своему, и ругается Господу своим невниманием, без участием своего сердца в молитве. Ибо Бог есть дух, и поклоняющиеся Богу должны поклоняться Ему в духе и истине. Нелицемерно, как бы ни лениво и расслаблена была твоя плоть, как бы ни клонила она тебя ко сну. Преодолей себя, не посиди себя для Бога, отвергнись себя, да будет дар твой для Господа совершен. Дай Богу твое сердце. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук его вещает твердь, день дню передает речь, и ночь ночи передает знания. Такое безмолвное, но очевидное предание небес о сотворении их всемогущим дошло и до нас. И нет языка или наречия, которому не было бы понятно это предание. Теперь же, со времени воплощения Сына Божия, всю славу Божию, славу любви Его к роду человеческому, как и славу творения, поведает Евангелие и Святая Церковь. Глазы проповедников Евангелия, совершителей тайн и молитв, пастырей, щецов и певцов, гласы колоколов, не исключается и проповедь неба с его светилами, но проповедь живым голосом живее, внятнее, поразительнее. О славе Господа вещает и вся земля, все бытие земное. Ни при каком деле домашнем и служебном не забывайте, что сила ваша, свет ваш, успех ваш есть Христос и крест Его. Поэтому не примите взывать к Господу перед начатием дела. Иисусе, помоги мне! Иисусе, просвети меня! Таким образом будет поддерживаться и возгреваться в сердце вашем живая вера и надежда ваша на Христа, ибо Его сила и слава во веки веков. Смотри, не забудь, христианин, и не потеряй когда-либо сердечной веры в Того, кто есть невидимая жизнь твоя, свет твой, сила твоя, дыхание твое, то есть во Христа Иисуса. Не верь сердцу твоему, когда оно одебелеет, помрачится, обневерится и охладеет от пищи и питья, от мирской рассеянности. Или, наконец, от того, что ты будешь жить умом, а не сердцем, когда ум будешь упражнять, а сердце оставишь в небрежении, когда сеть будешь увеличивать и украшать, а самого ловца оставишь в бедности и нищете, ибо сердце есть сравнительно ловец или рыбак, а рассудок — сеть рыбака. При покое, просторе, услаждении плоти она оживает со всеми своими страстями и наклонностями, а при тесноте, озлоблении и томлении умерщляется со всеми своими страстями. Вот почему премудрость и благость Отца Небесного подвергает и душу, и тело наше тяжким скорбям и болезням. И вот почему нам должно не только благодушно терпеть скорби и болезни, но и радоваться в них больше, чем в состоянии душевного спокойствия, простора и телесного здоровья. Ибо, несомненно, худо душевное состояние того человека, который не подвергается душевным скорбям или телесным болезням, особенно при обилии благ земных, сердце его неприметным образом плодит из себя все виды грехов и страстей и подвергает его духовной смерти. Помни, что Господь в каждом христианине, когда приходит к тебе ближе, имей к нему всегда великое уважение, ибо в нем Господь, который через него часто выражает волю свою, Бог есть действующий в нас, и хотение, и действие по своему благоволению творящий, по благой воле Божией, филиппийцам 1.13. Не жалей для брата ничего, как для Господа, тем более, что ты не знаешь, в ком Господь приходит посетить тебя. Ко всем будь нелицеприятен, для всех добр, искренен, радушен. Помни, что и через неверных Господь иногда говорит, или располагает их сердца к нам, как случилось в Египте с темничным стражем, коего сердца Господь расположил к Иосифу. Покой моего сердца в горнем и духовном, а не в дольнем и вещественном. Даруй же мне, Господи, присно, горнее мудрствовать и совершенно отвергнуть дольнее мудрствование. Надеюсь на благость Твою. Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя. Как Слово человеческое открывает, что есть на уме и на сердце человека, открывает ум, незримый, владычественный, творящий. И через Слово открывающий ум или мысль исходит из человека дыхание. Так, несколько подобно, Слово Божие являет нам Отца, этот великий, всесотворивший ум. И через Слово же вечно исходит и является людям от Отца, Дух Святой и Животворящий, который есть сила Вышнего, сила Вышнего осенить в Тебя. Теперь понятны слова Спасителя. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому хочет открыть Сын. Матфея 11, 27. Видишь, только Сын открывает людям Отца, как наше Слово, сокровенное в душе мысль нашу. Вот какое теснейшее единение между Отцом и Сыном. И каждому лицу свойственно владычество и свое, так сказать, дело. Потому Спаситель говорит ученикам, если я не пойду, то Утешитель не придет к вам. Если же я пойду, то пошлю его к вам. Слава Тебе, Сыне Божий, открывающий нам Таинство Пресвятой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Слово Твое истина. Всеми и каждым по рознь словами Твоими мы живем. Они нам сладость, покой, жизнь. Особенно же слово об Утешителе. Укрепляйся в несомненном призывании Утешителя Духа. Он весьма известен тебе. Ты так часто призываешь Его на святые дары. Он по твоей молитве непременно и непрестанно присуществляет их всегда. И ты вкушаешь Сам многократно плоды Его божественных действий. Бог Отец и жизнь. Бог Сын – жизнь. Бог Дух – Святый – жизнь. Строится Святая – жизнь. Жизнь в имени Отца и Сына и Святого Духа. Отвергни сердцем Отца, отвергни жизнь Твоего сердца. Отвергни Сына, отвергни жизнь Свою. Отвергни Духа Святого, отвергни жизнь Свою. Так-таки отзовется твое сомнение смерти в твоем сердце, скорбью, теснотою мучительную, а Бог останется Богом жизни в трех лицах. Отвергнешь сомнение сердца, признаешь всем сердцем все три лица за Бога, за жизнь свою, и жизнь опять войдет в сердце. Бог в троице поклоняемый в самом себе есть. Ей. Аминь. Ты написал книгу, положим, о святой троице, и отпечатал ее в тысячи экземпляров, а можешь и столько, сколько тебе угодно. И во всех этих книгах у тебя не только один дух, но одни и те же слова, одна и та же форма, так и с приношением тела Христова. По вселенной в бесчисленном множестве церквей приносится оно на всех алтарях христианских церквей, действует одна и та же троица. Во всех агнцах один и тот же Христос и дух его, как в книге «Содержание ее». Везде одна и та же форма приношения. И выходит, что это святейшее таинство есть как бы единая, великая, священная книга любви Господа к роду человеческому, которая в бесчисленном количестве приуготовляется по вселенной по одной и той же форме, с одним и тем же живущим в ней духом любвеобильным, взявшим на себя грехи мира, духом Христовым, еще подобие. Какое множество на земле отдельных личностей человеческих, у всех одна форма тела, у всех одинаковая душа, с едиными, хотя и не с одинаковыми способностями. И всем этим личностям одно название – человек. Все люди как один человек, и от одного начала все произошли. Первоначально от Бога Отца и Сына и Духа Его, а потом от одной – Читы. Поэтому, между прочим, и повелевает заповедь Божия – любить каждого как себя по тождеству, то есть нашей природы. И так видишь много лиц, и они – одно по тождеству природы, души и тела. Так и Господь в животворящих тайнах Своих, где бы они ни приносились, есть вечно единый и нераздельный Создатель от единой крови всего рода человеческого. Через единый Дух Своей, живущий в тайнах тела и крови, совершаемых во всех церквах мира, хочет Он соединить с Собою нас, отпадших через грех и покорность дьяволу, отсоединения с ним. И то, что во всех нас есть разъединяющего с ним и между собой отсечь и очистить. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне и я в Тебе, так они в нас, да будут едины. Вот цель таинства причащения. Что удивительного, что хлеб и вино бывают телом и кровью Христовой, и в них Христос почивает, как душа в теле. Что удивительного, когда и дьявол гнездится в ничтожном зародыше, в сердце младенца, вместе с возрастанием тела усиливается, так что потом является на свет младенец сокрытым и гнездящимся в сердце его дьяволом. О, какая бесконечная благость и премудрость Господа открывается в даровании нам причистых тайн тела и крови его, в том, что они принимаются христианином в самое сердце, туда, где гнездится дьявол, имеющий держава греха и смерти, в совершенное противоядие ему, в даровании нам святости и жизни, и в прогнании греха и смерти. Как несомненно, что в сердце нашем гнездится часто дьявол и всякий грех, так несомненно же, что в сердце наше вселяется Христос, Жизнодавец, Святыня наша. Больше есть Господь наш дьявол, а если же дьявол живет и действует в наших сердцах через разные привязанности наши к предметам земным, то как не входить в сердце наше Христу через веру и покаяние, когда оно и создано им быть храмом Божиим? Как не входить в сердца наше Христу именно в плоти и крови Своей в соответствии нашей духовности и вместе плотяности? Еще, если дьявол может давать дух и слово иконе зверинной, апокалипсис 13.15, то как Христос не может вселиться в хлеб и вино и не притворить их, не усвоить их совершенно себе, как плоть и кровь? Зажигательное стекло тогда зажигает дерево или бумагу или другое, что удобно сгораемое, когда мы наведем его на предмет так, что лучи солнечные, сосредоточенные в фокусе стекла, все сосредотачиваются на одной точке зажигаемого предмета, всей своей совокупности действует на него. И таким образом, как бы все солнце в уменьшенном виде помещается на предмете, так и в молитве, когда душа наша согревается, оживляется и воспламеняется умным солнцем, Богом, когда умом своим, как зажигательным стеклом, мы наведем на сердце, как на духовную точку в нашем существе, это мысленное солнце, и когда оно будет действовать на сердце всей своей простотой и своей силою, То же и о Бога Матери, и об ангелах, и святых. Наведи на свое сердце их образы, так, как они есть, со всей силой и святынью. У сердца примет озарение их на себя, с возможной полнотой и силою. Оно воспламенится их любвеобильным, как бы огненным действием. Их чистота, святость, благость, сила сообщатся твоему сердцу, и оно будет самоочищаться, самоукрепляться в вере и любви. И чем далее, чем решительнее и постояннее ты будешь иметь сердце свое, обращенным к Богу и к Его святым, тем более будет сердце твое просвещаться, ощущаться и оживотворяться. Если призываешь какого-либо святого с сомнением в близости его к тебе или в слышании им тебя, и сердце твое поразится теснотою, переломи себя, или лучше сказать точно же, преодолей с помощью Господа Иисуса Христа, гнездящегося в сердце клеветника, дьявола. Призови святого с сердечной уверенностью, что он близ тебя в Духе Святом, и слышит твою молитву, и тебе сейчас станет легко. Тяжесть и томление сердца на молитве происходят от неискренности, от лжилости и лукавства нашего сердца. Подобно тому, как в обыкновенной речи с людьми мы чувствуем себя внутренне неловко, когда говорим с ними ни от сердца, ни истина, ни искренно. Жестоко тебе есть против вражна идти. Будь всегда и везде истинен сердцем, и всегда и везде будешь иметь мир в сердце, но особенно будь истинен в беседе с Богом и со святыми, ибо Дух есть истина. Во время молитвы каждое слово нужно произносить сердцем с той силой, какая содержится в каждом из них, как и лекарство принимается, обыкновенно соответствующую каждому из них лекарственную, данную им от Творца силою. И если выпустим силу или эссенцию лекарства, тогда оно не будет действенным и набьет только оскомину. Так точно, если на молитве будем произносить слова без силы их, не чувствуя их истины сердцем, мы не получим пользу от молитвы, потому что истинная и плодотворная молитва должна быть в Духе и Истине. Слова молитвы соответствуют лекарственным составам или специям, имеющим каждое свою силу, и вместе составляющим целебный для тела прием. Как аптекари берегут силу ароматичных составов лекарственных, держа их крепко за купоренными в стеклянницах или в другом каком сосуде, так и мы должны хранить крепко силу каждого слова в своем сердце, как в сосуде, и не иначе произносить его, как в соответственной ему силою. Молясь нужно все творение представлять как ничто пред Богом, а единого Бога всем, все содержащим, как каплю воды вездесущим, действующим и все оживляющим. Молитва – это золотая связь человека-христианина, странника и пришельца на земле, с миром духовным, коего он член и более всего с Богом, источником жизни. От Бога изошла душа к Богу и догрядет всегда через молитву. От молитвы великая польза для молящегося, она упокоивает душу и тело. Она упокоивает не только душу самого молящегося, я упокою вас, но и часто души приставшихся, пратьев, отец и братьев наших. Видите, как важна молитва! Как дым от горящего дерева идет в воздух, так душа из тела, предавшегося горению ткления. Совесть в людях есть не что иное, как глаз, сходящего в сердцах человеческих Бога вездесущего. Как все создавшие и един сущцей, Господь знает всех, как себя. Все мысли, желания, намерения, слова и дела людей, настоящее, прошедшее и будущее. Как бы я ни забежал вперед своими мыслями, своим воображением, Он там прежде меня. Я всегда неизбежно в Нем совершаю свой бег, всегда имея Его свидетелем путей моих. Очи Его отверсты на все пути сынов человеческих. Иеремия 32, 19. Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего, куда убегу? Вот перед нами живой человек. Его глаза устремлены на нас, Его уши отверсты к слушанию перед нами. Перед нами тело и душа Его, но тело мы видим, а душу нет. Не видим Его помышлений, Его желаний, намерений, между тем, как нет мгновения, в которое бы душа Его не мыслила и не жила соответственным Ею образом. Так точно перед нами и около нас природа видимая и весь прекрасный, видимый Божий мир. Совесть каждого человека – это луч света от единого, всех просвещающего духовного солнца Бога. Через совесть Господь Бог державствует над всеми, как царь праведный и всемогущий, и как могущественный держава Его через совесть. Никто не силен совершенно заглушить ее голоса. Она говорит без лицеприятия всем и каждому, как глаз самого Бога. Через совесть мы все у Бога, как один человек. Потому и десятисловие обращено как бы к одному человеку. «Я есть Господь, Бог твой, да не будет у тебя, не сотвори кумиры, не приемли, помни день субботний, чти отца твоего и мать, не убей, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай». Исход 20 глава. Или «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как сам себя». Потому что Он совершенно то же, что я. Стараясь соблюсти единение Духа в союзе мира. Великая заповедь. Исися нам 4.3. Необходимо исполнение ее. Блюсти единение Духа. Этого и желал, всегда и желает. Об этом молится им молился Сын Божий к Отцу. «Отче святый, соблюди их во имя Твое», молился Он об учениках, которых Ты дал мне, да будут едино, как и мы. «Не о всех молю, но о сих верующих. Слово мое ради слова в меня, да будут все едино, да и мир имеет веру, что Ты меня послал». Видишь ли, что единство наше не по духу, по жизни, громко доказывает и божественная божественность основателя нашей веры, Господа Иисуса Христа. Единство наше по духу, по жизни. Кто желает всех соединить, сделать как бы одной душою, и делает так, тот, значит, и шел от единого Бога, все сотворившего, все соединившего под собою, и отторвшихся от единства прислушанием, опять хотящего возвести к единству с собой через веру и послушание. Учители, приходящие не от Бога, не званные от Него, не посылаемые им, я не посылал их, а они побежали. Иеремия 23, 21. Никто сам собой не приемлет всей чести, но званные от Бога, как и Аарон, обыкновенно вносят в общество людей разъединения, разногласия. И этим ясно изобличают себя, что они не от Бога. Таков лютер, таковы расколоучители, таковы все еретики. Они разъединили единую церковь Божию, рассекли несекомую, множественную единицу, соединенной под единым главою церкви Христом, одушевленную единым Духом Божиим. И этим доказали, что они были орудия дьявола, которые о том заботятся, чтобы разъединить, расточить и рассеять овец в Господних. Волк расхищает их и распудит овец. Слава вере христианской православной! Истинный плод ее всегда был и есть единение верующих между собой через любовь и общение благ духовных и вещественных. Чем более удаляются христиане от Духа веры своей, тем более они разъединяются самолюбием, тем более заключаются в себе, тем менее имеют общение в благах духовных и материальных, особенно в материальных, с нуждающимися. Тем более истекает в них любовь и тем более бедствует человечеству. Истинное христианство и на земле водворяет благополучие, потому что оно смотрит на христиан как на одно великое тело, в котором есть члены благородные и неблагородные, не по природе, а по месту и по делу, сильные и слабые, богатые и бедные. И Дух Божий ходатайствует в душах сильных или богатых, а помощи слабым или нуждающимся через общение духовных и материальных благ. Народу веровавшему и сердце и душа едины были. Честь России, во время голода оказавшей дружную помощь потерпевшим от неурожая. Нелюбовь, враждая или ненависть не должны быть известны между христианами, даже по имени. Разве может быть нелюбовь между христианами? Везде ты видишь любовь, везде обоняешь благоухание и любви. Бог наш, Бог любви, царство его, царство любви. Из любви к нам он не посидел для нас Сына Своего Единородного и на смерть предал его за нас. Дома ты видишь любовь на домашних, потому что они, запечатленные в крещении, миропомазании крестом любви, носят крест, вкушают с тобой в церкви вечерю любви. В церкви везде символы любви, кресты, крестные знамения, святые, угодившие любовью к Богу и ближним, и сама воплощенная любовь. На небе, на земле, везде любовь. Она покоит и услаждает сердце, как Бог, тогда как вражда убивает душу и тело. И ты всегда и везде обнаруживаешь любовь. Еще ли ты будешь не любить, когда везде ты слышишь проповедь о любви, когда только в человекоубийце дьявол есть вражда вечная, который своего Сына не посидел, как с Ним и не дарует нам всего. Главное величайшее дано, все прочее, чего не попросим, бесконечно меньше Сына Божия. Потому благонадежно можем просить у Бога всего о имени Иисуса Христа, всякого блага, о каком только можем помыслить. Если что просите у Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. Прощение ли грехов и упокоения просишь усопшим? Он есть ощущение о грехах всего мира. Кровь его освещает нас от всякого греха. Он может простить и усопшим всякое согрешение, содеянное ими словом, делом или помышлением. Он есть воскресение и жизнь, и покой усопших рабов своих. Просишь ли благ живым людям и себе? Что хотите, просите, говорит Он, и будет вам. Как известно Господу число звезд небесных, так Ему известно число ангелов небесных и число их мыслей. Как известно Ему число песка морского и число песка и твари всей земли с их органами и составными их частями, великими и до бесконечности малыми, так известно Ему число атомов всех стихий, бесконечную и бесконечность малых, так известно Ему число рода человеческого, который был, который есть и который будет, число мыслей всех бывших людей, всех настоящих и всех будущих, число всех их сердечных движений, слов и дел. Как в природе чувствительное ничто не сокрыто от Него, ни малейший атом не пропадает, потому что как может уничтожиться без Бога, без Его воли то, что приведено им в бытие, так и в природе духовной. Не пропадет для Него ни одна мысль, ни один помысл, ни одно сердечное движение, желание и дело. Все в своих сокровищницах все бледется числом и мерой, то есть в том количестве и в той степени и силе, как что было, кроме худых помыслов, желаний, слов и дел, исповеданных или заглажденных исправлением жизни. Число всех атомов земных и атомов тварей земных, как число мыслей и движений человеческого духа, в этом отношении стоят в совершенной параллели. В самом деле, если сотворенное, орудное, мертвое, само по себе не уничтожается, то уничтожится ли то, что само получило от Господа способность творчества, господственное, живое, разумея мысль, облегшуюся в слово, и самую виновницу мысли душу? И так невозможно. Готовьтесь к ответу, смертные. Вас ожидают на суде все ваши помыслы, желания, слова, дела добрые и худые, предпосланные вами туда с земли. Добрые все, худые, неисповеданные или не заглажденные противоположными им мыслями, желаниями и делами. А всех их приведет тебя Бог на суд. Благоутровие Господне! Не вводи в суд с рабом твоим. Если беззаконие будешь замечать, Господи, то кто стоит пред тобою? Величайшее светило отражается в бесконечно малых телах земных, в бесчисленном множестве их, и образ человека отражается в малых зрачках глаз. Так мысленное солнце Христос изображается в малых существах, людях, в бесконечно множестве их, также в самых малых частицах тела и крови своей, потому что первая вечная жизнь припростая единична. Солнце отражает во множестве малых и великих тел, освещает весь мир, покрывая собой всего его, так и Господь. Ветер один и тот же, но в бесчисленном многих местах производит силы, так и Дух Божий один и тот же, но в бесчисленных соборах ангельских являет силу и крепость свою во всех святых человеках, дышит где хочет, и голос его слышишь. Господь хранит не только все кости, но и образа святых угодников, не давая им погибать в тлении, пренебрежения и долгу лежания, разыскуя их чудесно, как это мы знаем из описания и явлений чудотворных икон, особенно икон причистой Матери Божией, владычицы нашей. Так Господу дорог образ человека, особенно святого человека, сосудом благодати. Через образ Он и чудеса творит, или подает невидимые силы, исцелений и утешения. Больше есть Бог сердца нашего и знает все. Сердечным оком своим мы видим и знаем самое малейшее движение сердечное, все мысли, свои желания и намерения, вообще почти все, что есть в душе нашей. Но Бог больше сердца нашего. Он в нас и около нас, и везде, на всяком месте, как единое всевидящее духовное око, коего только малым образчиком служит наше сердечное око. И потому знает все, что в нас. Лучше в тысячу раз яснее нас самих, знает в одно и то же время все, что есть в каждом человеке, в каждом ангеле и во всех силах небесных, в каждой твари одушевленной и недушевленной, и видит, как на ладони всю внутренность всей твари, будучи всякой из них присущ, и всякую из них, как Творец и Промыслитель, содержа в бытии и силах. Как в Иисусе Христе обитает вся полнота божества телесно, Колоссинам 2.9, так и в животворящих тайнах тела и крови Его. В малом человеческом теле вся полнота бесконечного, невместимого божества. И в малом агнце или хлебе, в каждой малейшей частице Его вся божественная полнота. Слава всемогуществу и благости Твоей, Господи! Как Солнце, хотя само всегда на небе, но лучами своими, как бы бесчисленными руками, достигает земли, всей поверхности, и сообщается всем органическим телам, входя в них. Солнце входит в тела лучами своими, разогревая, оживотворяя и возвращая их теплотою своей, прозрачные проходя сквозь, или отражаясь в них всецелым кругом своим. Сколько прозрачных тел, столько и образов Солнца, непрозрачные, твердые, неорганические, нагревая. Так мысленное Солнце, Бог, хотя сам преимущественно на небесах, но животворящим духом своим, как бы лучами своими, сообщается всей разумной твари, ангелам и человекам, проникая их духовное существо, освещая, оживляя, укрепляя, и возвращая, подобно солнечным лучам, проникающим органические растительные тела, оживляющим и возвращающим их. Как Солнце, само будучи на небе, освещает всю землю, сообщая свет всякой самой ничтожной твари и вещи, так и Господь ипостасным светом своим просвещает всех людей, ибо Он и есть свет, истинный просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Все, приступающие работать Господу в молитве, научитесь быть подобно Ему кроткими, смиренными и истинными сердцем. Не имейте лукавства в душе двоедушия, не будьте хладны, постарайтесь иметь Дух Его, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. И Господь подобного Себе и сродного ищет в нас, к чему могла бы привиться благодать Его. Помните, что ни одно слово даром не пропадет в молитве, если от сердца говорится. Каждое слово Господь слышит, и каждое слово у всех у Него на весах. Нам кажется иногда, будто наши слова только воздух бьют напрасно, раздаются, как глаз вопиющего в пустыне. Нет, нет. Нужно помнить, что Господь на молитве понимает нас, если можно так сказать. То есть наши слова, точно так, как себя понимают совершенные молитвенники. Ибо человек есть образ Божий. Господь отвечает на каждое желание сердца, выраженное в словах или невыраженное. С верой несомненной, пресчищаясь животворящих тайн, я осязательным образом получаю свездесущую Христову. Каким образом? Вот каким. В каждой частице тела, и в каждой капле крови, я принимаю всецело Христа. И таким образом вижу сердечными очами, что Он в одно и в то же время весь во всех частицах и каплях, сколько бы их не было до бесконечности. Так же точно Господь весь во всяком храме. И как храмы православные находятся по всей земле, то Господь не только божеством, но и душой, и телом Своим присутствует на земле, везде сообщаясь верующих весть нераздельно и производя в них сладостные плоды, очищение грехов, освящение душ и телес христианских, праведность, мир и радость о Духе Святом, соединяя всех с собою, с Отцом и Святым Своим Духом. Знаем, кроме того, что Он и через усердную молитву вселяется в души верующих, с Отцом и Духом Своим Святым, будучи присущ всему вещественному миру и разом оживляя Его весь и каждую часть Его порознь. Господь тем более присущ людям, особенно христианам, живет в них. Или не знаете себя, что Иисус Христос у вас, разве только вы, есть не то? Не знаете ли, что тела ваши суть — храм живущего в вас Духа Святого? Род человеческий есть единое, великое древо Божие, разросшееся по всей земле и ветвями своими, покрывающее всю землю. К прежнему гнилому корню, падшему Адаму, Божией премудрости и благости привит новый живой корень — Господь Иисус Христос, от которого и ведут свое начало христиане, как отрасль от целого дерева. В дереве жизнь земная, органическая, вроде христианском — жизнь Христова, небесная, духовная. И на душевные способности и силы истинных христиан надо бы смотреть, как на силу самого Христа Иисуса. «Имеем ум Христов», говорит апостол об истинных христианах. 1 Коринфянам 2.16 «Равно и на дела добродетельно надо смотреть, как на плод благодати Христовой. Не по-христиански живущие христиане составляют сухие ветви на отрасли, идущие от корня Христа. И всякую ветвь, не приносящую плода, Отец Небесный отсекает и бросает в огонь. Язычники — отрасль невозрожденная, неоживленная, идущая от гнилого корня Адама. Вера и они прививаются к отрасли живой, здоровой, к телу Церкви, этому телу Христову. Чьи это листочки у дерева? Божьи. Чьи это благие мысли у тебя? Божьи. Чья способность у дерев произращать и ткать в древесную ткань и производить и развивать листы и плоды? Божьи. То есть Богом данное. Чья у тебя способность мысли и слова? Божья. Употребляет ли во вред деревья, данные им от Бога силы? Нет. Употребляет ли человек во вред, данные ему Богом способности и силы? Употребляет. Злоупотребляет умом, полученным от Бога, для познания Бога и Его истины. Злоупотребляет своим сердцем, созданным для любви Бога и ближних, для чувствования блаженства Бога общения и своей свободной волею, данной для бесконечного усовершенствования в добродетели. В теле нашем, в его естественных отправлениях, действует Бог, поддерживая, питая и возвращая его. В травке или в дереве, или в животном действует он же, травку одевая, деревья возвращая и украшая листьями и плодами животных, питая и возвращая тела. Сами мы в теле своем не можем ничего, ни пол иоты, как говорится, сотворить, и волоса единого не можем белым или черным сделать. В бесконечно великом и бесконечно малом равно есть Господь, неограничиваемый ни тем, ни другим, но сущей весть во всем, будучи неделим и превыше всего. Могут ли быть листья древесные без дерева, а дерево может ли быть без земли, воздуха, воды и теплоты? Так ни одна душа не существует без Бога, без Сына Его, без Духа Его. Бог – мое бытие, мое дыхание, мой свет, моя сила, моя вода, мое питание. Он носит меня, как мать носит на руках младенца. Больше, нося меня душу и тело мое. Он во мне пребывает и срастворяется, как сказать, со мною. Моляясь Богу, помните, что Бог есть три лица, а как Он есть лицо и лица, то Он в бесконечности имеет все те совершенства, какие мы можем вообразить в совершеннейшем каком-либо по благодати Божьей человеке. Например, в Пресвятой Деве Марии, в Николае Чудотворе, в Иоанне, в Златоусте, в апостолах, пророках, исполненных Духом Божиим. Человек есть образ Божий, подобие Божий. По совершенному образу можно отчасти судить о первообразе. Каков он? Все лучшее, привлекающее наши сердечные взоры и сердечные расположения в человеке от Бога, от Сына Его и от Духа Его. Например, Святой Николай был и есть сострадательный и милосердный к людям по благодати Божией. Всегда он и ныне благопослушлив, искренне Его призывающим, по тому же благостному сердцу, которое он имел при жизни и ныне имеет по благодати Божией. Теперь, сам ли Господь Бог не сострадателен и не милосерд? И сколько сострадательнее и милосерднее? Бесконечно больше, как сам бесконечно больше Святого Николая. Или возьмите апостола Павла. Какая утроба человеколюбивая в апостоле! А слуге Силимона он говорит господину, ты его как мою утробу прими. Сколько любви в этих словах! А какая любовь дышит в его посланиях! Сердце наше распространите, говорит он Каринтинам, не тесно вмещаться вам в нас. Описал он в одном послании, в чем состоит любовь божественная. Читая это описание, чувствуя, что апостол на деле исполнил все то, что написал о любви. Но откуда эта любовь в апостоле, прежнем гонителе и досадителе Христовом, который, входя в домы, власил мужей и жен, предавая их немилосердно в темнице? От Господа источника любви. Он один есть вечная и беспредельная любовь, обнимающая собой всех тварей. Как троица, Бог наш, едино существо, хотя и три лица, так должны быть и мы едино. Как прост Бог наш, так должны быть и мы просты. Так просты, как бы все мы были один человек, один ум, одна воля, одно сердце, одна доброта, без малейшей примеси злобы. Словом, одна чистая любовь, как Бог есть любовь, да будут едины, как мы едины. Все люди, как ангелы Божии, дыхание Божие, от того-то ангелы называются духами, или что тоже, дыханиями Божества, а человеческие духи душами, потому что сии произошли от дыхания Божественное и дышат Богом. Святым Духом, сказано, всякая душа живится и чистотой возвышается. Но и все прочие твари называются дыханиями. Всякое дыхание, сказано, дохвалит Господа, потому что и они от Духа Божия, хотя и не причастны разуму и свободе, поэтому всякую твари надо беречь, не бить, не изнурять ее. Блажен, кто из скотов милует. Бог есть Дух, простое существо, а Дух чем проявляет себя? Мысли, словом и делом. Поэтому Бог, как простое существо, не состоит из ряда или из множества мыслей, или из множества слов или творений, но Он весь в одной простой мысли, Бог Троица, или в одном простом слове Троица, или в трех листах соединенных воедино. Но Он же весь и во всем сущем все проходит, все наполняет собою. Например, вы читаете молитву, и Он весь в каждом слове, как святый огонь, проникает каждое слово. Каждый сам это может испытать, если будет молиться искренно, усердно, с верой и любовью. Но особенно Он весь в принадлежащих Ему именах Отец, Сын и Святой Дух, или Троица, или Господь, Господь Божий, Господь Саваоф, Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, Дух Святый, Царю Небесный, утешитель и Дух Истины, и прочих именах своих. Ангелы и святые также в своих именах близки к нам, как близки имена их и вера наша в них, к сердцу нашему. Ибо они не иное, что как дыхание Божие суть, один Дух с Господом. Молятся ли за нас святые, которых мы призываем? Молятся. Если я грешный человек, холодный человек, иногда злой и недоброжелательный человек, молись за других заповедавших и не заповедавших мне молиться, и не сомневаюсь, не скучаю терпеливо перебирать их имена на молитве, хотя иногда и несердечно, то святые ли Божие человеки, эти светильники и пламенники, горящие в Боге и пред Богом, полные любви к собратьям своим земным, не молятся за меня и за нас, когда мы с посильной верою, упованием и любовью призываем их? Молятся и они, скорые помощники и молитвенники о душах наших, как уверяет нас Бога просвещенная Мать наша Святая Церковь. Итак, молись несомненно святым Божиим человеком, прося их ходатайства за себя пред Богом. В Духе Святом они слышат тебя, только ты молись Духом Святым и от души, ибо когда ты молишься искренно, тогда дышит в тебе Дух Святой, который есть Дух истины и искренности, есть наша истина и искренность. Дух Святой в нас и в святых людях один и тот же. Святые святы от Духа Святого их осветившего и в них вечно живущего. Господи, ты, коего любовь к нам превосходит бесконечно любовь всякого отца, всякой матери, всякой нежнейшей жены, помилуй нас. Владычица Богородица, ты, коя любовь к христианам, к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены. Внимли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о тебе постоянно, да молимся тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров твой святый, неленостно и без сомнения. Мы молимся всеблагое и всенепорочной матери Божией, и она молится о нас. Мы прославляем ее, высшую всякой славы, и она уготовляет нам самим вечную славу. Мы говорим ей часто радуйся, и она у сына своего и Бога просит, сын мой возлюбленный, дай им вечную радость, да приветствуй меня радостью. Так несомненно верь, что Бог видит тебя, как ты уверен, что видит тебя отец или другое, кто лицом к лицу с тобой стоящий, с той разницей, что Отец Небесный видит все, что в тебе есть, каков ты весь, всех тварей, ангелов, святых, нас, грешных, животных, видит разом так, как солнце разом освещает всех. Впрочем, очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца. Серах 23, 27. Живое представление перед лицом своим Господа есть источник мира и радости для души. Сомнение в его присутствии производит смущение, скорбь и тесноту. Сердечная молитва источник покоя сердечного, а бессердечная, поверхностная, невнимательная и производит уязвление сердца. Иисус Христос Отцом и Духом Святым есть неисследимая пучина человеколюбия. В этой пучине милосердие достанется избытком для всех милости. Только обратись к Богу с верою, упованием и сердечным болезнованием о неправдах своих, об оскорблениях, причиненных нами Господу Владыке и Благодетелю. Вот ближе к нам всякого... Бог ближе к нам всякого человека во всякое время, ближе моей одежды, ближе воздуха, света, ближе моей жены, отца, матери, дочери, сына, друга. Я им живу душевно и телесно, им дышу, им мыслю, чувствую, соображаю, намереваюсь, говорю, предпринимаю, делаю. Им мы живем и движемся и существуем. Бог есть действующий в нас и желания, и действия по своему благоволению творящие. Потому надо всегда предзреть Господа перед собой одесную, да не подвижемся, да не согрешим. Надо так поставить себя, чтобы ничто не вытесняло его из наших мыслей и сердца, ничто не загораживало его, никакое пристрастие к пище, питью, деньгам, одеждам, жилищу и его обстановке, к разным лицам. Никакие светские развлечения и игры не отнимали бы у нас нашего присладкого, прелюбимого Господа, но всякий час и минуту принадлежали бы и мы ему, и были бы с ним неотлучны, как он неотлучно с нами, как он постоянно о нас печется и хранит нас. Но когда я грешу или имею пристрастие к чему-либо, тогда он далек от меня, не по пространству, ибо он во всякое время все наполняет, а по моему сердечному удалению от него, по моему нерасположению к нему, по действительному оставлению им меня своей благодатью и своим пребыванием в моем сердце, ибо тогда бывает во мне его враг дьявол. Как в море и озере или реке каждая частица воды находится в соединении с другими частицами и окружена ими, или как в воздухе каждая частица воздуха окружена другими и соединена с ними, так все мы земнородные окружены Богом со всех сторон, причем чистые из нас или очищающиеся соединены с ним и всюду находятся в нем. Все мы земнородные точно вода, точно воздух, точно дерево многоветвисты составляем одно целое, хотя часто расторгаемые по зависти врага самолюбием, раздражительностью, враждой, урастрой, гордыней, ересями и расколами, завистью, скупостью, необщительностью, злобой, призорством и другими страстями. С другой стороны дьяволы и аггелы и его составляют одно между собою, как темная, злокачественная, ядовитая вода или огненосный, удушливый, убийственный воздух. Они окружают нас и усиливаются ворваться в нашу душу при ее невнимательности и разных пристрастиях, чтобы омрачить, возмутить, стеснить, попалить и всячески мучить нас. Так, например, вы идете иногда на чистом, благоухающем воздухе, и вдруг зловоние с помойной ямой или от извержений человеческих порождает ваше обоняние самым неприятным образом, и вы скорее хотите миновать это место, чтобы опять дышать благорастворенным воздухом. Подобно этому и зловоние бесовское. Сам Господь уподобляет воздуху и воде темное полщище бесовское, когда говорит, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и наперли на дом тот, то есть на человека, налегли на человеческую душу, и он пал. Говорят, как бы не смотрел, так не соблазнился бы, как бы не услышал, так и сердце не болело бы, как бы не вкусил, так и не хотелось бы. Видите, сколько соблазна от наших глаз слуха и вкуса. Как много людей страдали и страдают от того, что, будучи нетвердым сердцем в добрых расположениях, взглянули неосторожно, нечистыми глазами, послушали непривычными к развлечению добра и зла ушами, вкусили жадным вкусом. Чувства грехолюбивой жадной плоти, необузданные разумом Божьими заповедями, вовлекли их в разные страсти житейские, помросили лишили покоя сердечного и отняли свободу у воли, сделав их гробами своими. Как же осторожно нужно смотреть, слушать, вкушать, обонять и осязать, или лучше как нужно беречь свое сердце, чтобы через чувства внешние, как через окна, не пробрался грех и сам виновник греха дьявол, не омрачил и не уязвил своими стрелами ядовитыми и смертоносными небесного птенца нашей души. Душа восприемлет себя Господа в животворящих тайнах мыслью, верой и сердечным сознанием, что в тайнах присутствует истинно сам Господь, а тело наше приемлет Господа устами и чревом. Когда душа восприемлет Господа твердой верою, тогда Господь проходит в одно мгновение и душу, как простое существо и тело все, все суставы и его по причине наполнения душой всего тела и по причине все наполняемости божества. В жизни христианской необходимы искушения, пробы или испытания нашего душевного состояния и как жизнь наша по подобию вещей, находящимся в доме, покрывается своего рода нечистотою, то и необходимо ощущать ее. Как для пробы каких-либо вещей, например, серебра, нужны инструменты, так и для пробы или испытания души нужны люди. Для подобного подобное же, которое волей или неволей, намеренно или вовсе неумышленно, своими поступками в отношении к нам делали бы явным и для нас и для других, покорны ли мы Божьим повелениям, объявленных нам в Евангелии, или нет, по духу ли мы живем, умершляя деяния плотские, или по плоти, повинуясь как рабы воли, плоти плотских помышлений и страстей, и мы, узнавши, что живем не по воле Божией, не по заповедям сладчайшего нашего Спасителя, а по своей греховной и слепой воле, вскоре исправились бы, спешно и усердно последовали бы заповедям Божественного Евангелия. Тело наше живет теми стихиями, из которых само составлено, постоянно впитывает в себя воздух, воду, органические тела. Душа наша живет Божественным Духом, от которого она имеет свое начало, и постоянно впитывает в себя для поддержания своей жизни жизнь триипостасного Бога, через свет ума, благорасположение и желание сердца и воли, и крепость в добре, как тело не питаясь с родными ему началами не может жить и умирает, так и душа наша, не питаясь молитвами или добрыми мыслями, чувствами, делами, так же умирает. Как в телесной нашей природе до времени совершается благополучно питание и возрастание тела, но если попадет через пищу или питье или дыхание яд или зараза, то вдруг причиняется телу боли и даже смерть в случае неподачи помощи. Так и в духовной нашей природе течет до времени все благополучно, но когда приразится к ней дьявол, тогда она тяжко страдает, как бы оцепеневает, и ей нужна бывает скорая помощь от небесного врача Бога Духов, которая получается не иначе, как через молитву веры. Дьявольские прелоги в душе человека соответствуют ядам в телесной природе. Только яд вещественной природы редко попадает в наше тело, а эти всегда с нами или около нас. Как для питания и поддержания жизни нашего тела всегда готова та среда, в которой оно живет, именно свет, воздух, вода, пища, и воздухом, как более необходимым для его жизни. Оно постоянно окружено, а вода везде, так сказать, находится под руками, равно как растения и животные, так и для души нашей. Всегда готовы в изобилии силы для поддержания ее жизни, ее духовной пищи, питье, одежды в триедином Боге. Находясь весь на всяком месте, как бы воздух или как мысленный свет, Господь каждое мгновение нашей жизни готов по вере нашей и ради постоянно молительного настроения нашей души поддерживать наши душевные силы своей вседействующей благодатью, бывая для нас непрестанно светом нашего ума и сердца, воздухом, которым дышит душа наша, пищей, которую она питается и подкрепляется, и теплотою животворящую, которой она согревается, и одеждой, которой она не только прикрывает свою греховную наготу, но и украшается ею, как царскую порфирою. Это одежда оправдания Христова. Человек каждое мгновение своего бытия находится в двух средах, вещественной и духовной, из коих все получает. Одна поддерживает его телесную, другая духовную его природу, а одна есть видимая природа, другая бесконечный, ипостасный Дух Божий, который, будучи весь, везде, есть превыше всего, и, содержа все, сам ничем не ограничивается. Так ничтожен и немощен сам по себе всякий человек, что он все получает не из себя, а извне для поддержания своего бытия. Сам он ничто, и как тело его поддерживается воздухом, пищей, питьем, так душа молитвы, чтением Слова Божия и святыми таинствами. С другой стороны, так как в царстве всеблагого и вседержавного Бога имеют место падшие злые духи, и местом своим имеют именно воздух и землю, и как человек с самого начала был ими увлечен к злу, как они всегда были и теперь есть и будут до скончания века вместе с родом человеческим, то и составляют, так сказать, среду, которой мы окружены и в которой мы живем. Люди существа свободные и притом падшие, хотя и восстановленные Сыном Божиим и стоящие в этой благости свободно верою, добрым расположением к Богу и добрыми делами, должны постоянно молитвой Бога ограждаться от противных сил, воюющих на нашу душу, хотящих уловить нас в плен свой и сделать подобными им по духу. Нужно всем крайне остерегаться, чтобы по своему духу и по своим делам не освоиться нам с духами злобы поднебесными, чтобы они не сделали с дыханием нашей души вместо Бога, чтобы зло, составляющее их природу, не сделалось нашим злом. Субтитры создавал DimaTorzok